Заметка в телеграм-канале Елены Маркосян. Интересно, девки пляшут. Под вечер в сетях понеслась публикация на тему. Разумков озвучил ультиматум Ахметова к Зеленскому. Уволить Армака. Угу. Это значит, что вчерашняя буза под офисом. Ахметовская? Серьезно? Не верю. Если Разумков озвучивает требования Ахметова, с которыми на банковую пришли бузайтеры, значит, вся эта свора Майданная. Это тоже он? Серьезно? Снова не верю. Он не дурак, чтобы связываться с бродячими активистами и слово «нет» говорить умеет. Значит, что-то уже пошло не так? Верю в то, что он может быть компромиссной фигурой для вчерашних из Петиной команды, для богатых уровней Ахметова и Коломойского, Пинчука и прочих. И даже для тех, кто у Шустера на именинах фоткался. Альянс сложился крепкий. Это понятно. В этом альянсе есть те, кто ко всему этому бродячему отребью имеет отношение. Но теперь они вместе и едины. А страна видит их всех в одном ряду. Косяк или шахматы? Что же касается Ермака, то лично мне все равно, кто поднимает тему его отставки. На экваторе Зеленского результат команды, собравшейся вокруг него такой, что уходить надо либо всем вместе, либо почти всем. И не издеваться над страной еще два с половиной года. Если Зеленский хочет остаться не ради должности, а ради дела, то должен признать, что провалы власти по всем направлениям очевидны. Нет смысла их обосновывать старой песней про попередников Путина, пандемию. У всех были свои попередники. У всех Путин виноват и пандемия. Но результаты разные. Так что время выбора все ближе. Елена Маркосян. Интересно девки пляшут. Продолжение следует...